Сейчас мир будет за этим наблюдать, и он попросил меня собрать представителей всего мира, всего 60 человек, и собрать их в Гватемала-Сити к определенной дате в ноябре 2007 года. И мы вместе потом поедем в джунгли Гватемали, чтобы участвовать в церемониях по воссозданию знаний и мудрости майя в рамках церемонии в присутствии этой группы, представляющей мир. Мне было очень просто собрать людей из 23 стран, включая дедушку Эрика от племени Хопи, трех старейшин из Сиары-Невады и Санта-Марта в Колумбии, одного представителя Мамос Коги, а другого представителя Мамос Архакос. Эти два племена очень важны. Дон Алекхандр рассказал мне, что майя происходит из Атлантиды. Я знал об этом, но он рассказал мне все, как произошло. Давайте посетим Атлантиду, чтобы узнать, как все это могло стать. Атлантида была страной, символизируемой тремя кругами. Внешний круг, там жили люди, население. Средний круг или кольцо было кольцом священников, которых называли майя. Все они были священники, которые были мостом между народом, простолюдием и центром, то есть внутренним кругом, которых называли накалз. Эти накалзы были связаны прямо с священным пространством в своем сердце и могли общаться с духом Матери и Земли. Они жили в пещерах со специальными помещениями, пирамидами и передвигались, парыли в темноте над поверхностью Земли. И хопи, это были майя, майя тоже были майя, а вот Коги и Архакос были накалами. И когда исчезла Атлантида 13 тысяч лет назад из-за вздвига физического полюса, майя в своих лодках добрались до Юкатана. А накалы оказались в Санта-Марте, в Колумбии, и все эти племена связаны между собой. И все они помнят, что произошло не только 13 лет назад, они помнят, что было 26 тысяч лет назад и еще раньше. Но впервые после гибели Атлантиды эти племена вместе будут участвовать в церемониях. Это историческое событие. Дедушка Эрик, первый из хопи, который вернулся в Гватемалу с тех пор, как хопи покинули Гватемалу тысячи лет назад. И вот мы поехали вместе в направлении озера Аттилан. Нас встретили 25 старейшин из 440, которые были избраны, чтобы начать восстанавливать память и мудрость. Но они делают это не только с помощью мозгов, но и с помощью 13 хрустальных черепов, каждый из которых представляет собой тысячу лет. И вот наша мировая группа расселась в полукруге, и 25 старейшин стали восстанавливать память с нуля. Через полтора часа они завершили восстанавливать знания нулевого тысячелетия. Потом они продолжили, и это длилось полдня. По крайней мере, наша роль через полдня завершилась. Они продолжали этот процесс, а мы пошли дальше. На следующее утро совет старейшин майя на лодке перевез нас с озера Аттилан к другому месту церемонии. Мы все будем помнить всю жизнь, что произошло. Там был огромный вулкан буквально над нашей головой, над озером. И он мог в любой момент прийти в действие. На пляже под звучанием волн и под темно-синим небом Дон Алехандро расположил нас в круге. И целая часть длилась подготовка почти в полной тишине к церемонии огня. Были расположены всякие атрибуты этой церемонии, свечи, травы, камни. Очень необычно все это было. Не знаю, участвовали ли когда-либо другие в такой церемонии. Они нам показали, как они разложили геометрические фигуры, что все означает, что каждая свеча означает. Такого раньше, наверное, не было. И Дон Алехандро рассказал нам, что такой церемонии не было уже 13 тысяч лет. Хопи, Коги Мамос и Архакос Мамос, а также представители Совета Старейшин стали наблюдать, как пламя поднимается к небу. Мы представляли разные традиции и культуры. Мы все молились, чтобы говорить одним голосом и одним сердцем. Мы молились за Мать Землю и за ее детей, которые живут на ней. Все мы молились из сердца, чтобы помочь Земле и помочь жизни на Земле. Эта церемония длилась где-то три часа. И где-то, когда прошел один час, я наблюдал за пламенем. Я увидел, как один из представителей племени Архакос поднял правую руку и указал на небо. Но сам он при этом не смотрел в небо. Его глаза были закрыты. И, следуя за его рукой, мы увидели огромного орла, который парил над местом нашей церемонии, где-то на 50 метров над нами. Он не двигался, совсем не двигался минут 10. Потом отлетел немного и продолжал наблюдать за нашей церемонией, которая не состоялась в последние 13 тысяч лет. Молитвы, песни, танцы, огонь, дым. Все это имело цель, чтобы Отец и Мать Земля нас услышали, услышали наши сердца. Потом мы опять сели в лодке и вернулись в другой конец озера. Я наблюдал за участниками этой группы, представителей христианства, мусульманской религии, еврейства, евдейской религии, буддизма, тауизма, шинтоизма, хиндуизма и многие другие. Все они участвовали здесь в церемонии на зиме лотоса. Дон Алехандро и старейшины майя стали что-то искать. Мы не знали, что это такое. Но потом оказалось, что они готовятся еще к другой церемонии вдали от озера Тилан на земле, которая называется Тикал. Там находится Краун Шакара, одна из древних церквей, священных мест майя. Здесь когда-то был город, и были священные места в радиусе 10 миль. И, может, там проживало несколько миллионов майя.